В Омске продолжается суд над Сериком Баталовым, который обвиняется в убийстве 41-летнего омича. Поводом для расправы послужил Лексус. Напомню, в марте этого года Баталов и его подельник Василий Иланцев в интернете нашли объявление о продаже дорогой иномарки. У сообщников возник план, как отобрать машину. Они договорились с владельцем авто о встрече. Втроем мужчины проехали на парковку у торгового комплекса, где злоумышленники начали избивать хозяина автомобиля. Эту сцену увидела женщина и сообщила охраннику магазина. Однако до приезда полиции нападавшие успели затащить потерпевшего в машину и скрыться. Далее автовладельца задушили, а тело сожгли и закопали в лесу за городом. Подельники продали Лексус своей знакомой. Через два дня машину с женщиной за рулем остановили полицейский. В ходе спецоперации Баталова задержали в собственном доме. Почти одновременно случайные прохожие в городке Нефтяников обнаружили в машине труп второго подозреваемого. Как установила экспертиза, Василий Иланцев не стал дожидаться ареста и повесился. Баталов сначала дал признательные показания, указал место, где они захоронили тело. В последующем он стал переваливать свою вину на вину умершего соучастника преступления, пытаясь таким образом умолить степень своей ответственности. Но те доказательства, которые собрали органы следствия в ходе следствия, позволяют сделать вывод о том, что он одновременно, наряду со вторым соучастником преступления, причастен к столь дерзкому нападению на потерпевшего. Серик Баталов просил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. На процесс журналистов не пускают, так как лица заседателей показывать запрещено. Как стало известно, на последнем слушании Баталов рассказал суду, что в тот момент он не понимал, что происходит, и был морально слабее, чем его подельник Иланцев. Со слов подсудимого, соучастник первый начал драку на парковке. Далее Иланцев продолжил избивать жертву в машине, после чего задушил тросом. В свое оправдание Баталов пояснил, что сам стал бояться своего подельника, что тот может его убить как свидетеля. Свою вину подсудимый признает лишь в том, что не помешал убийству и помог перекладывать тело. Напомню, 29-летний Серик Баталов имеет звание мастер спорта по армейскому рукопашному бою и является чемпионом России по кикбоксингу. В спортивных кругах он был известен под прозвищем Якудза. Также стало известно, что несколько лет назад Баталов служил в ОМОНе и участвовал в боевых действиях в горячих точках. Поэтому его показания о моральной слабости выглядят странно. В 2015 году спортсмены уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Приговор вынесли в июне 2015 года. Это значит, что если сейчас суд признает его виновным в убийстве, то к новому сроку Баталова добавится еще два года за неотбытое преступление. В ближайшие дни присяжные выслушают свидетелей по делу об убийстве.